друзья я уверен что многие из вас любят всякие истории про древние исчезнувшие города затерянные гробницы фараонов и различные цивилизации которые утратили свою силу в наше время а можете ли вы себе представить чтобы было если бы вы попали в прошлое но в этом выпуске в прошлое попадать мы не будем потому что я собрал для вас древние города куда вы можете отправиться в путешествие в наши дни пожалуй самым известным таким городом является иерусалим в израиле это библейский город священное место для христиан мусульман и иудеев а также объект паломничества верующих со всего мира на старинных картах именно он изображен в центре именно здесь происходили многие события описанные в библии город был основан в четвертом тысячелетии до нашей эры а в летописях впервые упомянут в 19 веке до нашей эры в этом городе бесчисленное количество раз снимали исторические фильмы если вспомните хоть один из них предлагаю поделиться в комментарии но если вам нравится видео с подобным контентом ставьте лайк жмите на колокольчик и не пропускайте наши следующие ролики в иерусалиме буквально каждое здание имеет свою необычную многовековую историю старый город разделен на четыре квартала еврейский армянский христианский и мусульманский еврейском квартале находится одна из главных иудейских святынь стена плача с тысячами бумажных листочков на которых паломники записывают свои самые сокровенные желания и молитвы армянский квартал маленький закрытый и здесь не особо жалуют туристов в христианском находится храм гроба господня еще более 40 церквей и монастырей мусульманский же квартал самый шумный и колоритный повсюду лавочки с продавцами множество туристов а в воздухе витают ароматы душистых трав и специй следующий в нашем списке иерихон палестина история иерихона настолько запутано что историки даже не могут дать примерную дату его основания первое упоминание о нем относится к третьему тысячелетию до нашей эры а следы обитания первых поселенцев относят к девятому тысячелетию до нашей эры иерихон является главной туристической точкой палестины расположен в 30 километрах от иерусалима на западном берегу реки иордан все его объекты связаны с библией и евангельскими историями у археологов древний город вызывает восхищение здесь было найдено 8 исторических наслоений и древнейшие в мире руины они находятся у подножия горы искушения mount of temptation где тот самый дьявол искушал иисуса христа во время его сорокодневного уединения предлагая весь мир вы можете забраться на ту самую гору и увидеть что искуситель предлагал иисусу вид открывается удивительный оттуда можно спуститься прямо к мертвому морю номер три пловдив болгария об этом мало кто знает но древнейшим городом европы является пловдив в болгарии если вы впервые слышите про пловдив предлагаю поделиться этим видео со своим другом чтобы и он узнал про этот город впервые он был упомянут в летописях в первом тысячелетии до нашей эры около 200 памятников пловдива названы памятниками древнейшей истории и взяты под охрану юнеско здесь множество римских построек хотя город значительно опередил строительство римской империи также есть свой амфитеатр античные бани фракийские постройки посетите бачковский монастырь и музей этнографии кроме древних архитектурных застроек на территории пловдива встречаются и современные здания за удивительную живописность он получил название город художников пловдив расположен вблизи одного из главных болгарских курортов бургаса и недалеко от границы с грецией турцией и македонией из болгарии отправляемся в ливан город берут берут был основан примерно в третьем тысячелетии до нашей эры за это время городом правили финикийцы захватывали римляне и арабы были здесь даже и турки но самый сильный след в его облике истории оставила франция поэтому его еще называют ближневосточным парижем тут есть все от восточных базаров до ароматных французских круассанов из настоящих парижских пекарен а еще синагоги римские бани музеи современные клубы и загадочные темные уголки старого города в беруте бывает очень жарко а бывает можно кататься на лыжах самое интересное что есть такие месяцы когда купаться и кататься можно в один день кстати приблизительно также у меня было в калифорнии когда с утра в шортах я гулял по побережью санта барбары а вечером на автомобиле пересекал заснеженные вершины где-то в районе невады если вам интересна америка и путешествие по ней на автомобиле смотрите мое видео линк прикреплю в описании к данному ролику двигаемся дальше сузы иран сузы один из древнейших городов мира расположен на территории современной провинции хузистан в иране это одно из самых экзотичных мест ближнего востока так назывался иран до 1935 года на территории сузы можно увидеть руины многих дворцов ведь каждый правитель персии желал построить здесь свой новый дворец лучше красивее и больше старого когда-то это было самое могущественное государство древнего мира религиозный торговый политический центр древнего элама а позднее персидской империи и всего древнего востока осузах часто упоминается в книгах ветхого завета но точных координат места расположения города там не приводится лишь девятнадцатом веке при раскопках и исследованиях английских и французских археологов с участием иранских специалистов удалось установить что маленький незначительный город шуш на юге запада ирана являлся великим древним городом сузы но следующий древний город уверен знают каждый это афины греция афины один из самых известных древних городов мира и одновременно столицы современной греции его принято считать колыбелью западной цивилизации где родились и творили многие философы древности такие как сократ платон аристотель первые поселения были основаны здесь в начале 4 века до нашей эры древний город незаметно перетекает в современный кроме знаменитых колонн парфенона в афинах расположены более 200 музеев храмы театр диониса древняя библиотека адриана сохранившиеся античные памятники города являются всемирно известными достопримечательностями среди них афинский акрополь объект всемирного наследия юнеско в афинах можно провести целые месяцы осматривая в подробностях старинные памятники и руины по этим улицам бродили великие от сократа до еврипида ну и наконец чечен ица мексика в мексике исторических руин хватает на целый отпуск но если время ограничено предлагаю вам посетить один древнейший город чечен ица смысловой центр чечен и ци пирамида пернатого змея кукулькана она сложена из девяти уровней и на ее вершине находится святилище на каждой из четырех сторон пирамиды есть лестница высотой в девяносто одну ступень всего получается 364 ступени что в сумме с площадкой наверху дает 365 число равное количеству дней в году говорят если встать рядом с лестницей и похлопать в ладоши эхо ответит криком птицы справа от кукулькана расположена зубчатая громада храма воинов и группа тысячи колон среди основных достопримечательностей чечен и ца также священный синод гигантская природная воронка бывшее место для жертвоприношений богу дождя друзья если вам понравился данный выпуск поставьте ему лайк нажмите на колокольчик чтобы не пропустить наши следующие выпуски и Субтитры создавал DimaTorzok